Добрый день, мои дорогие зрители и гости канала Селены Магии. Я хочу поблагодарить всех моих подписчиков и зрителей за комментарии, добрые за подписки, за обмен энергией. Все более и более люди заинтересованы моих раскладов, моей работой. И это меня очень радует. Сегодня будет такая тема. Мой друг в реальном и мистическом мире для второго варианта. Кто у меня первый раз на канале, хочу рассказать про мои три варианта, которые у меня зрители разделены. Первый вариант – это люди, занимающие магией профессионально. Маги, ведьмочки, которые очищают профессионально через магию людей, помогают им. Камень для первого варианта – это обсидиан, который используется в профессиональной магии. Это один из немногих камней, на котором можно рисовать лики святых и иконы. И этот камень, осторожно с этим камнем, камнем обсидианом. Если вы не хотите никаких изменений в вашей жизни, не носите его с собой. Если да, то нужно носить его с собой. И первое, главное, что я хочу сказать про этот камень, что этот камень читает мысли людей. И если у кого-то нехорошие мысли и намерения, он как бумеранг, он обращает это назад. Поэтому осторожно людей, которые с плохими намерениями находятся на канале, чтобы это не обратилось против вас, в вашу же пользу. Говорю это, предупреждаю. Второй вариант – это камень-аметист. Камень, очень сильно влияющий на взаимоотношения между людьми. И очень интересный камень. Он также помогает постичь тайну этого мироздания и дающий такой поток фиолетового свечения. Вот смотрите, какой он. Открывает также сильно влияет на взаимоотношения с людьми. И в древнем Вавилоне он считался как ключом к открытию новых романтических приключений. Или от помощника в избавлении от любовных мук. В силу поверью, аметист не следует дарить замужним женщинам. Так как он может вызвать любовь к тому, кто дарит этот камень. Даже если принимающий уже любит кого-то. Поэтому очень смотрите осторожно на дарение украшений с аметистом. Он должен бывать, этот камень, как бы проводником между видимым и невидимым миром. Это люди в втором варианте, которые занимаются практиками и чистками. Но только для себя и для родных. Непрофессионально. Это второй вариант. Ну а третий вариант. Это Ауроквартс. Камень. Это для тех, кто не занимается магией и практикой. Самый большой истукой молится за себя. Это кто хочет. Это последние два видео. Тоже были для третьего варианта. Так что начнем. Для второго варианта. Для тех, кто молится за себя и чистит. И за родных. И занимается магией и чистками заниматься. Как через молитвы, так и через другие ритуалы. Ваш друг в мистическом и реальном мире. Раскрываю я потом. Хочу рассказать, кто первый раз у меня. Еще своими картами созданы мной. Авторскими картами. Селена. Оракул Селены. Оракул Селены. Созданы мной, милый Майя. Начнем. Будем искать вашего друга в реальном мире. Ваш друг в реальном мире. Просим ваших ангелов, хранителей и высшей силы подсказать, кто ваш друг в реальном мире. Как где-то очень далеко. Вот он, он король жезлов. Ваш друг в реальном мире. Король жезлов. В конце, кто первый раз у меня, я хочу предупредить, что в конце еще будет спрашивать ваших ангелов, хранителей на вопросы да или нет, или желание через маятник, которые будут они через маятник отвечать. Если... Так. Ваш король жезлов. Выплатовал. Хорошо. И посмотрим, что скажет нам. Также буду раскрывать Ленар, Ленар Мама. Вот это Ленар Мам. Сегодня. И своими картами. Наш король жезлов. Это в реальном мире. Расложим на него. Угу. Интересно, как карты легли. Ваш король жезлов. Это новый. Это новый человек. У вас идет переход от вашего прошлого или настоящего. Мужчины. Уход. Переход на другую страницу жизни. Но это еще будет время вам дано. Время еще. И пришло... Или, как сказать, пришло время поставить точку на... Бицин... Как сказать... На партнерстве с вашим настоящим партнером. А жезлов король... Это у вас новый король. Или кто-то уже ушел от старого партнера. И пришло время поставить точку на старом партнерстве. Возможно, вы еще эмоционально связаны. Возможно, вы эмоционально уже решили уйти. Но... И уже точку поставили мысленно на этом партнерстве. А кто-то уже ушел. У кого-то уже переход стоит. Мостик. Но мостик вы уже сделали. К своему королю жезлов. Вот такой красивый король. Света. Огненный такой. Ну, решительный мужчина. Когда вы первый раз с ним встретились, у вас даже щеки загорелись. Красные были. Мне что-то так с потока пришло. Интересно было. Встреча у вас была очень интересная. Вы как-то поняли сразу, что это ваш человек. Вы хотите его. А мне интересно раскрыть, а кто вы? А вот, чтобы вы себя узнаете, давайте. Посмотрим, кто вы тут. Ну, вот вы и сразу вышли. Хоть вы перевернута императрица. Ну, чтобы стать императрицей, которая молится, которая очень молится, которой пока нету радости в жизни, ту, которой бы она хотела. Вы хотели бы стать уже настоящей императрицей. Вот такая красивая императрица. Сиси. Кайзерин, Австрия. Императрица Австрии. Сиси. Я выбрала эту картину. Такая вроде сбалмошная и вроде как ум... И в то же время очень умная женщина. Интересная у неё судьба была. Кто не смотрел, советую вам посмотреть фильм Сиси. Очень интересный фильм. Можете, вы узнаете себя. Король Кайзер из Австрии хотел вообще-то жениться на её сестре, более старшей. И случайно как-то встречался перед этим, встретился с ней, с Сиси. Увидел. И как только он её увидел, и они друг друга увидели, они влюбились друг в друга. И он переменил своё мнение и сразу сказал, что он хочет на Сиси жениться. Тут, конечно, у нас его строгая мама, и это все, конечно, стали его уговаривать, по-другому решить всё это дело. Посмотрите этот фильм. Очень интересный. Так что про вас, а вы в данный момент, у вас нет и покарался жизни. Вы ещё не настоящая императрица. Вы пока молитесь. Вот. Мы хотели раскрыть вашего... Я положу вас с шезлым королём и посмотрим о вашем друге. Что вас ожидает в будущем? После, как я вижу, разрыва с прошлым. Как только вы поставите точку на прошлом. Слишком долго у вас длилось с прошлым партнёром, чтобы уйти от него и создать новый мостик в другую жизнь. А теперь посмотрим про... Это мы уберём вашу. И посмотрим про нового... Про вашего друга. Про вашего друга. Ух-то у вас. Ну, свидание с вашим новым другом. А вы так нервничаете постоянно. А знаете почему? Потому что у вас как бы развилась сильная зависимость, как бы такое чувство сильное к нему. А ваш род, говорит, так нельзя. Вы должны медленно это дело развивать. Да. Тогда он увидит у вас ту кайзеринь, ту императрицу, которая до него... От сложности... Вот упадут, уйдут все сложности взаимодействия с ним, как только вы начнёте медленно действовать. Не спешите. Не спешите всё сразу заполучить этого жезла короля. Дайте время. Дайте ему время. Покажите, что вы настоящая кайзерина, не перевёрнутая. Говорят мне так карты. И тогда... И тогда к вам придёт божественная помощь, как жрица, которая перевернёт карму, которая была у неё... По карме был у неё вампиризм. Кто-то вампирил вас. Вы станете настоящей жрицей, то есть той же кайзере настоящей, императрицей, которой придёт божественная помощь. Вот. Я не вру, как карты говорят вам. Вот. А вот у вас перевернётся карма вампиризма. Вот ваш друг. Вроде как и совет тут сразу. А что тогда? Ещё божественная помощь. Будет ли что-то? Что-то придёт ли ещё? Так. Вот если вы не будете так спешить, особенно вот в сексуальном сближении, тут говорится, то вот придёт вам и счастье, и подарок, и приглашение. Вроде как вы его турм перевернёте, этот... Он перевернулся даже. Как вы этот триумф такой вроде бы он как всех покорял. А это у вас кончится, вот эта башня, это всё вот это плохое, одиночество, всё кончится. И вот у вас тут переход, такой новый мостик этот, который приведёт вам счастье. Главное, не спешите, покажите себя императрицей, покажите жрицей. во, прекрасно. Ну и сегодня ещё хотела, хотела бы я вам раскрыть про ваших мистических друзей, которые находятся в мистическом мире. карту жрицей. карты ведьмаския. и посмотрим, что они скажут. Оставлю вас так, тут такая парочка, сладкая парочка, оставлю. И посмотрим, что нам ведьмаскии скажут. так. 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 Это написано так. Все звезды и все планеты стоят вечно на вашей стороне. Ваши мистические, вот как я сказала, мистические помощники, они и вышли. Вот я мешала при вас колоду и вытащила, и вот и вышла из того мира, со всех планет, со всех звезд, стоят за вас и говорят. Услышь, услышь. Что-то мне тут выпало такое. Услышь, как это, Монт Кёниген, лунную богиню, которая зовет тебя. Она тебе приведет на ту дорогу мистического мира. Где вы соединитесь этим сообществом и будете коммуницировать. Вот, посмотрите, какая прекрасная. Вот, сразу выпало. Что и хочу раскрыть еще. У меня получила новые карты первый раз. Первый раз. Не знаю, я попробую. Я еще с ними не работала. Это называется Пристарин Портал, Пристарин и Свет. Интересно, как. Попробую одну карту положить. Я еще с такими картами никогда не работала. Одну карту положим. Что скажут они? В общем, он говорит, у вас святое предназначение. И святой огонь. Значит, так я понимаю. Те планеты, где есть огонь, находятся на них ваши друзья, ваши мистические друзья. И Плакотин, вообще-то это луна. Так получается, что у вас и Кёниген-Вьотин. Как лунная, лунная принцесса, лунная кайзеринка, королева, как бы сказать. Она вас приведет на этот путь, и вы откроете, откроете как бы ритуалами с огнем, там, где ваши помощники, путь к этому магическому миру. Вот так я понимаю. Я раскрою еще своим картам. Я открою Готин, Луны и Готин вашим мечтимым, ваше предназначение вечного огня. Открою сначала вот это. Открою сначала вот это. я сейчас расскажу сейчас ждите у вас были болезни такие сильные у вас перекрыли даже была перекрыта эта связь с вашим ангелом-хранителем но через тяжелую болезнь через тяжелую болезнь вот это кто вам делал магерин вам открылась тайна вам открылась эта тайна ушли эти креатуры сущности через тяжелую болезнь и в этом вам помогло или поможет я не знаю у кого-то сейчас у кого-то это будет вот это признание себе как ведущий женщин как жрец и принятие этой помощи есть лунной и огненной полна с огненных планет и словно и плане зоны я хочу вот точно я спросила когда и что это будет это у вас будет осенью и осенью получите вы за это урожай за вашу работу а вот у вас у вас будет это новость вроде как скрытая придет неожиданная и у вас создание новой семьи или перелет на новое место жительство и создание новой семьи вот это осенью у вас будет это говорит готин королева луны извините а теперь я хочу раскрыть это богиня теперь вспомнила богиня с огненными вашими помощниками согненная планет хочу с ними поговорить что они скажут что скажет вам вместе что скажет она а почему я хотела почему-то я эти взяла картину значит и так нужно было смотреть как горит сильно вот эта свеча сегодня как сильно горит действительно это ох и с огненных планет вам как бы знак идет не так высоко не горел никогда свеча так такой огонь вот карта вот что-то они хотят вам сказать это точно почему-то этими картами у вас пока в данный момент этот треугольник треугольник может быть разный с кем-то у вас может быть еще мужчина или у нее у него еще женщина какая то есть ли даже кто-то между вами стоит препятствует вашему но вы вот смотрите как золушка как золушка вспомните сказку про золушку как золушка у вас будет исполнение мечты и как золушка и как смотрите сказка рассказка про царевну лягушку как царя принца своего поцелуете и увидите тогда свой в нем своего принца вот может вы даже не замечали не думали да он такой не очень то может быть а а вы по его фото в кроватку свои можете положить но пока что он лягушка у вас никаких таких связей не будет вопрос его будете как охранять вот и он признает вас у вас и как только вы его поцелуете как сказки и он увидит вас принцесса и он превратится принца и вы увидите в нем принца но вам вернуться ваши старые друзья вас признают вас или вас признают ваши старые друзья ваши заслуги и вот наставник наставник родовой наставник с вашей с вашей планеты вот этой огненной планеты чтобы я хотела раскрыть ухты закроется все это темное а поя кормы все все это он поможет вам закрыть это все магическое а что про друзей а что с друзьями что с друзьями которые вас предавали которые вас не верили а что с ними будет какая-то королева нитя королева нитя перевернется уже с которой когда-то вы встречались болеть она будет и что еще и друг ваш очистится друзья ваши очистятся и будет поставлена точка на этом хоть он уже очистится он как-то у него откроются глаза после того как вы у вас начнется другая жизнь новая но на нем уже будет точно уже точка уже нет не будет возврат к новому к старому я имею ввиду у вас новая жизнь начинается вот интересно как я рада за вас мои дорогие двоечки теперь три желания по ваших раскроем три желания ваших спросим ваших ангелохранителей что они скажут так что они скажут не буду вас убирать буду вас убирать что о вас скажет о сегодня было в саду смотрите киши вишни сколько урожая большое в этом году и яблок очень много будет о радует не может у кого-то тоже есть сад у нас сегодня у нас я в германии живу у нас очень много вот в этом году и яблок и вишни прям урожайный очень хотя с дождями очень была проблема долго так загадали ваши первые желания спросили ваших ангелохранителей попросили и ваш ангелохранителей ответить на ваши вопросы или желание будет отвечать да или нет и ваше имя ваше желание просите ваш ангелохранители да или нет и желания да или нет ответить а это еще не известно будет зависит вам возможно от высших сил они еще решают этот вопрос второе желание второе или второй вопрос да или нет нет сразу нет и третий вопрос третий вопрос третье желание ваше имя попросите ваш ангелохранители ответить на третий вопрос я остановлю сейчас чтобы смотреть вопрос пожалуйста исполнится но не так быстро и не так как вы это точно задумывали так так пришло мне свыше подсказка такая не так быстро и как-то по-другому это будет но это неплохо будет я думаю это неплохо будет высшие силы так решат давайте спросим да это решат высшие силы на ваше благо это будет немного по-другому но это будет тоже хорошо прекрасно так как высшие силы для вас одумали благодарю вас желаю вам всего хорошего будьте добры к своим близким своим друзьям ну а если вам кто-то палки в колеса вставляет или не верит в вас и ваши силы оставьте их не их при себе их мнение и идите своей дорогой вас спрашивайте совету высших сил глядя на природе делайте практики очищайтесь может быть помогаете своим родным очиститься ну а есть если родные тоже нехорошо относятся к вашим практикам и вашему мнению оставьте это на их не совести а высшие силы рассудят и покажет и уткнут носом бывает иногда что вы посмотрели на свои деньги и пересмотрели свой вид саморазвитие еще никто не запрещал и может быть раньше или позже когда-то начаться у кого-то а у кого-то никогда не начнется все хорошего прекрасного дня до свидания и до новых встреч до новых встреч до новых встреч до новых встреч